Сегодня в центре внимания Телеформа новая транспортная схема областного центра. Видели эту публикацию? Артем, можете прокомментировать? Да, конечно. Мы с интересом каждый год ждем публикации этого отчета и вот дождались, да, 23-й год. Почему, может быть, такая немножко скептическая реакция и кажется, что 18-е место это слишком много для Владимира, потому что вот по ощущениям зимы, да, с транспортом все плохо. Но, опять же, надо понимать, что рейтинг составляется по определенной методике, и методика на самом деле определяет расстановку мест. Если в прошлом году, благодаря тому, что методика немного изменилась, Владимир совершил такое довольно большое восхождение, там что-то около 20 позиций вверх, то в этом году тоже и благодаря методике, и благодаря тому, что у Владимира есть ряд преимуществ, но позволило сохраниться, вот, в прошлом году было 21-е место, в этом году 18-е. То есть, вот, небольшое восхождение, ну, в 20-ку мы вошли. О чем это говорит? О том, что положение в Владимире на конец третьего квартала, 23-го года, ситуация немного улучшилась. Это говорит о том, что в других городах ситуация ухудшилась. У Владимира по-прежнему есть те преимущества, которые позволяют оставаться на таком высоком месте. Ну, например, это большое количество больших автобусов и очень небольшое количество автобусов среднего класса, ну, и практически полное отсутствие маршрута, как таковых. Во многих городах это до сих пор практикуется, соответственно, это уводит их на места ниже. Опять же, у нас есть большое преимущество в том, что у нас до сих пор сохранился троллейбус, 7 маршрутов, это меньше, чем было в советские годы, но, тем не менее, 7 маршрутов. Это достаточно много, поэтому это тоже нам дает определенное преимущество. У нас довольно хорошо с доступностью остановок. То есть, опять же, по КСОД, который нам показывали в администрации, мы видим, что, в принципе, практически все остановки находятся в нормальной доступности. Это тоже добавляет баллов. В чем минус Владимира, если брать инфраструктуру, в том, что подвижной состав довольно старый. То есть, да, было обновление, которое выдвинуло нас наверх, но при этом троллейбусы обновляются не так быстро, как автобусы, средний возраст большой. Поэтому мы тут баллов не добрали. Большое количество ДТП, к сожалению, с участием общественного транспорта. Поэтому, если вот эти проблемы решатся в ближайшее время, а это возможно, то Владимир займет места еще выше, и тут нет ничего удивительного. И еще один очень важный момент. Стоимость проезда у Владимира до сих пор одна из самых низких в стране. И это тоже, на самом деле, существенный фактор, который повлиял на нахождение в этом рейтинге, на высокое 17-е месяце. Интересно, а почему не делают замеры как раз вот в такой период снежной зимы, борьбы со снегом, или, в принципе, как бы все регионы от этого страдают в равной степени? Могу тоже прокомментировать, ведь методика основывается на данных. И самая большая проблема, и об этом много раз говорили составители методики, как раз в том, что очень сложно собрать данные. Очень сложно собрать данные в городах, очень сложно собрать одинаковые данные, которые были бы в одном формате, которые описывали бы один и тот же период. Поэтому к рейтингу не нужно относиться как к чему-то такому очень точному, суперточному и показательному. Скорее, за рейтингом интересно наблюдать для того, чтобы сравнивать свои позиции, позиции города, в котором мы живем, с прогрессом, который есть в других городах, ну и примерно оценивать ухудшение или повышение. Но вот не стоит к этому относиться как к чему-то абсолютному значению, что мы действительно на 17-м месте. Ну это некая условность, исходя из тех данных, которые смогли собрать составители рейтинга, из тех данных, которые предоставила городская администрация. Но опять же повторюсь, это данные, которые собирались в третьем квартале 2023 года. То есть вот все те проблемы, которые начались у нас уже позднее, осенью, зимой, и вот зимой 2024 года, они в рейтинге не отразились. То есть как раз вот уход нескольких перевозчиков, и там большие проблемы с выпуском подвижного состава, они в рейтинге не отразились. А вот такой небольшой пролог к сегодняшнему эфиру от сооснователя общественного движения Владимир Будущего Артем Черней, сегодня участник нашего телефорума. Добрый вечер. И сегодня с нами еще журналист Александр Степанов. Добрый вечер. Да, Саша, активный пользователь общественным транспортом. Да, вот скажите, мы сейчас увидели презентацию новой схемы транспортной, да? А что было не так в прошлой схеме? И вообще была ли она? Ну, если говорить о схеме, как вот о схеме движения транспорта, автобусов, троллейбусов, о схеме маршрутов, ну, вот та схема, которая есть, и вот продолжая, наверное, то, что сказал Артем, она же отработана годами и даже, наверное, десятилетиями, да, в целом уже. Вот то, что есть у нас с огромным, большим количеством, удобным в большинстве случаев остановок, маршрутов и так далее. Это задел, ну, ни одного, ни двух, ни трех, ни пяти лет. Ну, там, десятилетия, да, даже, наверное, двадцати, потому что я вот сейчас, пока ехал к вам, вспоминал, и мне кто-то просто вот об этом напомнил, что там, вспомните, там, пазики когда-то ходили на, там, 24-м маршруте. Ну, вот на 24-м я их не очень помню, а на том маршруте, который вот непосредственно мимо моего дома ходит, 31-й, я тогда на Точмашу на заводе работал, был пазик, это 31-й, и с работы в него было проблематично втиснуться. Но тогда уже были все эти остановки, которые есть и сейчас, и поэтому, как бы, вот, благодаря, наверное, вот этому заделу многих лет, мы на таком достаточно высоком месте, если вот об этом рейтинге говорить. Какая новая, я из презентации мэрии, которая говорила, что мы заказали за 11 миллионов схему, это будет прекрасно, это будет на вот, там, и так далее, и так далее, посмотрев и канал «Варианты», и почитав газеты, я вообще не понял, где абсолютное какое-то вот новшество, которое, которого я, скажем так, не ожидал. То, что вот предложено, и то, что было в презентации мэрии, ну, оно, конечно, в каком-то смысле ожидаемо, к нему можно относиться либо хорошо, либо плохо о нем, да, говорить, но какого-то, чего-то нового я пока не увидел. Но мы и не видели эту схему-то, по сути, как мне кажется, вот именно, что вот комплексная схема за 11 миллионов. Нет, нам показали красивые картинки, и все. Артем, вы видели? Ну, я видел только ту часть, которая была представлена на презентации, на которую меня тоже пригласили. Это какая-то часть всего КСОД. КСОД – это большой документ, несколько томов наверняка, несколько сотен, может быть, тысяч страниц, в полном объеме я его не видел, поэтому можем комментировать только то, что мы видели, и только то, что говорили представители администрации. То есть те изменения, которые непосредственно коснутся граждан. Может быть, там какая-то еще есть работа там внутренняя? Наверняка работа есть, потому что действительно работа велась, работа велась специалистами, мы много коммуницировали с разработчиками схемы, то есть никаких сомнений в том, что работа была проделана, у меня нет. Видимо, на презентации нам показали только самые заметные, самые существенные изменения, которые непосредственно касаются действительно пассажиров. Думаю, что так. И из того, что мы увидели, можно сделать вывод, что администрация из всех возможных путей развития выбрала самые консервативные, скажем так. То есть да, у нас действительно есть очень неплохой фундамент, у нас есть очень хорошая основа, благодаря тем маршрутам, которые сложились исторически, действительно неплохая остановочная сеть, и администрация решила развиваться так очень поступательно, консервативно, не как... То есть реформирование, да? Да, Глеб Сергеевич на администрации сказал, что это не революция, это эволюция, то есть это медленное, постепенное развитие. И действительно все то, что было представлено, это действительно очень хорошо, грамотно, это улучшит удобство использования транспортом. Ну, наверное, такие максималисты, как я и, вероятно, Александр, может быть, мы ожидали чего-то большего. Мы, например, много говорим о проблеме дублирования маршрутов. Например, тот же центр, это с десяток маршрутов, которые, по сути, дублируют друг друга и выполняют одну и ту же транспортную работу. Также часто автобусные маршруты дублируют работу троллейбусов, маршрутов, тем самым отнимая какое-то количество пассажиров у троллейбусов. Мы говорили много про это и продолжим говорить о том, что проблема дублирования маршрутов есть, и хорошо бы все-таки с ней работать. Но тут возникает ряд сопутствующих вопросов, ответить на которые пока сложно. То есть для того, чтобы вызывать троллейбусные сообщения в городе, если, опять же, следовать тем слайдам, которые мы видели, предполагается запуск новых троллейбусов и маршрутов. Для того, чтобы их обслуживать, нам нужны новые троллейбусы, потому что того количества, которое есть сейчас, явно недостаточно. Оно не сможет обслуживать еще и новое. Для того, чтобы запустить новые маршруты, нам нужно приобрести новые троллейбусы. Для того, чтобы приобрести новые троллейбусы... Да можно и старые обновить. Обновить старые, к сожалению, уже не получится, потому что средний возраст, уже больше 15 лет. По сути, у нас есть 5 новых троллейбусов, остальное все довольно уже такие изношенные машины, которые, надо признать, доживают свой век. И без какой-то понятной, четкой программы обновления подвижного состава... Ну, сейчас давайте говорить для простоты просто про троллейбусы. Условно, закупки 5, 7, 10 троллейбусов каждый год. Мы понимаем, что троллейбусы вообще не деградируют. Ну, в горизонте 5-10 лет. То есть, вот там на пределе будут машины работать. Ну, мы понимаем, что машины, которые работают на пределе, это аварии, это ДТП, это просто не выход на линию из-за каких-то поломок. Вот, опять же, какое-то время, которое потребуется для ремонта, мы понимаем, что качество перевозок ухудшится. Соответственно, для того, чтобы запустить новые маршруты троллейбусные, в бюджете города или в бюджете области, должны быть заложены деньги на обновление подвижного состава. Вот, как мы понимаем по состоянию на сегодняшний год, таких денег в городском бюджете нет. Вся надежда на бюджет областной, либо на участие в каких-то федеральных программах. Вот, уже есть новость, что областной бюджет выделил 336 миллионов, но на приобретение автобусов, а не троллейбусов, на эти деньги можно будет приобрести, ну, примерно 20 автобусов. Про троллейбусы речь пока не идет. В тариф существующий, который ввели в прошлом году, заложена так называемая инвестиционная составляющая, то есть там примерно 2 рубля, если я все правильно помню, 2 рубля с каждого билета уходит специальный фонд, ну, такая кубышка, копилка, где собираются деньги на приобретение автобуса. Вот примерно можно предположить, что за год, наверное, собралась сумма достаточная, ну, или почти достаточная для приобретения одного троллейбуса. А нам нужно 5, хорошо бы 7, а еще лучше бы 10 каждый год. Поэтому, с одной стороны, есть какие-то ожидания, да, мы хотим каких-то быстрых изменений, качественных, но мы понимаем, что мы не в тех условиях, когда мы реально можем на это рассчитывать. Александр, может быть, нам вообще проститься с троллейбусами, отпустить их, да, неэффективно? Не знаю, я не соглашусь, потому что это все-таки экологически чистый транспорт, ну, первый момент. И современные троллейбусы, я вот проехался, правда, один или два раза попал, встретил его, да, когда ехал домой, или по работе, по делам, по каким-то. Он очень удобный, он ничем не уступает автобусу. Ну, местами, если только там где-то уж глобальная пробка, которую он совсем объехать не может, а в целом они идут одинаково, там, и по скорости, и по всему, мне кажется. Поэтому, когда, кстати говоря, если мы говорим о троллейбусах, о троллейбусах я еще с Андреем Станиславовичем как-то спорил, что вы губите троллейбусы, вы 11-е отменили, 4-ка отменена давно, но двойка тоже там не ездит, да. И вот про четверку, это же в добром у меня, мне кажется, он бы пользовался популярностью троллейбуса, если его вернуть, вот хотя бы даже в том виде, как он ходил, без Именского золотые ворота, вполне себе до центра доехать можно. И то решение, которое сейчас презентовали, если вот то, что мы в схеме, например, увидели, если говорить о троллейбусах, я очень удивился, что продлили двойку-семерку до Фатьянова. Я, конечно, я думаю, что жители Фатьянова, там где-то Нижний Дуброва, где вблизи остановок, они рады, они могут из центра или там, получается, откуда, с Горького, да, доехать, да, до своих домов, до жилья, до троллейбуса. Но получается, что мы удлинили маршрут, а единиц-то туда техники вряд ли прибавили, то есть ходить он будет реже. И опять же, он будет там отчасти что-то дублировать, вот как Артем сказал, тут надо тоже об этом думать. Ну, такое нам преподнесли, как плюс. Я считаю, что это в целом, мне кажется, больше минус для людей в тех условиях, в которых у нас работают, так сказать, троллейбусы. Троллейбусами, мне кажется, что предыдущая администрация не занималась, что сегодняшняя. То есть, как бы, вроде как надо, как будто, но мы понимаем, что автобусы обновляются, их больше видно, там, мы больше их закупаем, а здесь вроде, ну, пять купили, и хорошо уже. А больше-то и денег нет. И, мне кажется, вот сколько было в свое время, там даже лет 10, может быть, назад чуть больше, когда Дмитрий Кушпита был еще депутатом горсовета, и он отстаивал позицию, что давайте попробуем отдать троллейбусный парк в частные руки. Может быть, частник найдет возможности, средства для развития. Потому что мы деградируем с троллейбусом, очевидно. Ну, может быть, сейчас на каком-то этапе застряли, но, опять же, возвращаясь к словам Артема, мы говорим о том, что троллейбусы устревают, а замены им нет. Даже, по-моему, когда еще писал я материал на Томиксе в конце 2023 года, когда работал в Томиксе, по подсчетам же мы купили 5, а списали больше, то есть их не прибавилось с троллейбусов, а даже, несмотря на закупку 5, их стало меньше. То есть, и дальше-то ситуация не изменится, мы же не будем покупать больше, чем списываем. Все время держались, что, ах, нет, надо муниципальный вот этот вот перевозчик, это социальная там у нас ответственность и так далее с этим троллейбусом. Ну, есть она социальная ответственность, да, там школьники и студенты могут вроде как у нас с проездным, с более дешевым ездить на троллейбусе. Но я не думаю, что она такая вот сильная, и частник от нее там откажется, если отдать. Пробовать можно, надо искать варианты с троллейбусом в первую очередь, если говорить о троллейбусах. Но есть же наверняка примеры других городов, где современные троллейбусы наряду с автобусами прекрасно соседствуют и пользуются спросом не только у социальных категорий граждан. Ну, к сожалению, примеров городов, где троллейбус чувствует себя хорошо и развивается, к сожалению, не так много. Тут, наверное, город Ковров, тоже в Владимирской области, выделяется в лучшую сторону, потому что троллейбус там активно развивает. Ну, по сути, это основной вид городского транспорта. Ну, вот есть печальный пример Москвы, где от троллейбусов полностью избавились. Есть пример Белгорода и многих других городов. Но доказано статистически, не только опытом западных стран России, что троллейбусы – это самый экологичный и самый экономичный вид транспорта. То есть это еще очень важно, что это самый дешевый вид транспорта, потому что троллейбусы – это такой механизм, в котором, если утрировать, не о чем уломаться. Поэтому при должном уходе троллейбусы работают 25-30 лет абсолютно спокойно. И вот это… Они дешевле в обслуживании. Они дешевле в обслуживании. Они дешевле, ну, по сути, сам пробег троллейбуса стоит дешевле. И даже с учетом того, что нужна инфраструктура, то есть нужны опоры, нужны провода, даже вот с учетом вложения в инфраструктуру в каком-то достаточно продолжительном периоде времени, там 10-15 лет, троллейбус все равно сильно дешевле. И троллейбус вполне может выполнять роль магистрального транспорта. То есть это тот вид транспорта, который может перевозить очень большие потоки людей. При грамотной организации транспортного движения. Здесь мы, наверное, немножко к другой проблеме перейдем. Это проблема пробок. Да, вот Александр говорил, что если вдруг пробка или авария, троллейбус стоит. Вот для того, чтобы троллейбус не стоял, а ехал, нужны выделенные полосы. Для того, чтобы выделенные полосы появились, нам нужно полностью пересмотреть лично-дорожную сеть. Нам нужно полностью пересмотреть то, как распределено дорожное пространство. И это еще одна большая, на самом деле, проблема, которая потребует и вложений, и какого-то времени. В новой транспортной схеме вы это не увидели? Ну, это описано в комплексной схеме организации дорожного движения, потому что это все-таки специфика КСОД. КСОД это больше описывает то, как должен функционировать транспорт, маршруты, остановки, какие-то предложения по улучшению или оптимизации сети, и, в принципе, транспортного обслуживания. Но все, что касается выделенок, это КСОД. Документ уже разработан, он уже принят, но, к сожалению, мы не так много видим реализованных решений вот из этого документа, к сожалению. Здесь еще важный момент по поводу КСОД, тоже об этом стоит проговорить, мне кажется, потому что, наверное, не все об этом знают. КСОД это некий документ, это комплексная схема организации транспортного обслуживания населения. Это документ, обязательный для участия в различных федеральных программах. Федеральные программы позволяют получать финансирование, в том числе на приобретение новых троллейбусов. То есть, вот когда мы говорим, что город потратил 11 миллионов на разработку какой-то бумажки, ну, надо понимать, что это в какой-то степени еще и требование федерального законодательства, и, по сути, отсутствие этого документа не позволяет набрать нужное количество баллов для получения финансирования. То есть, такая же история была с КСОДД, вот до того, как КСОД не была принята, город не получал деньги на обновление парк автобусов. Теперь шансы значительно увеличатся, и, возможно, КСОД позволит и деньги на приобретение троллейбусов получить. То есть, по крайней мере, шансы сильно увеличились. То есть, это, по сути, такая инвестиция в то, чтобы парк все-таки обновлялся. Но, действительно, тут, наверное, хочется согласиться с Александром. Троллейбусы точно достойны большего внимания, и нам хотелось бы увидеть не просто планы по обновлению или возрождению каких-то маршрутов троллейбусных, которые уже работали. Нам, наверное, хотелось бы увидеть более подробный, детальный план по тому, за счет чего, за счет каких средств будет обновляться подвижной состав, какие сроки. Мы понимаем, что чудес не бывает, и это будет не завтра, но хотелось бы понимать какую-то перспективу 5-10 лет, как это все будет происходить. Лично чего мне не хватило, это, наверное, какой-то такой большей прозрачности и какого-то детального плана, чтобы мы понимали, куда мы идем, как мы развиваемся, на что мы закладываем деньги, в каком году. Мне кажется, общественный транспорт в целом, и троллейбусы тем более, это та история, когда жители, народ, власть же вроде как у нас ориентируется, он не будет возмущаться, если власть будет в это вкладывать деньги. То есть это, я много раз такое мнение слышал, о том, что в любом случае транспорт, в большинстве случаев, скажем так, или должен быть дотационным. Ну то есть поддерживать государство, ну или там область, если говорить именно о Владимирской области, Владимире, транспорт в любом случае должна. То есть с частниками какой-то диалог должен быть, если они есть частные перевозчики. Если есть муниципальные, естественно в него вкладывать. Понятно, что, наверное, любой коммерсант скажет, что сможет заработать. И у нас, в пример, вроде бы как есть, руководитель фирмы, которая занимается перевозками на пятом маршруте, он у нас бывает в гостях, он же говорил, что другие перевозчики, почему как проблем есть, они там что-то, когда сдавали отчеты на тариф, они не так показывали, на самом деле у них там зарплата у водителей 40, а они показывают 20, чтобы там сэкономить. Ну это такие экономические вопросы, которые как бы не обсуждаем сейчас. Но он же говорит, что вроде как там ноль не в ноль, но он зарабатывает все же таки. Значит, есть возможность. А если будет еще и область это поддерживать, люди-то против не будут. То есть вот то, о чем говорит Артем, что должна быть какая-то программа там на год, на два, на три, на пять, чтобы люди видели и понимали, что да, в этом году купим пять, в следующем купим десять и так далее, и так далее, все не рухнет, и мы будем ездить. Просто получается так, что который раз вот у нас уже, ну назову его там передел какой-то, да, в сфере транспорта происходит. В 15-м был, когда Беганова, Царствие Небесное, двигали с рынка ради Волгобасов, ради там АДМ. АДМ поработало, в городе сменился, так сказать, руководитель, начал своих, там, так сказать, друзей по транспорту продвигать. Такого быть не должно. Абсолютно не должно быть. Есть звонок телезрительницы Елена. Добрый вечер. Ваш вопрос. Здравствуйте. Я хочу сказать, что троллейбусы это история Владимира. И они должны обязательно остаться. Я ездила на новом троллейбусе по восьмому маршруту. Идет быстро и тихо. А в салоне комфорт. Так что троллейбусы, рогатый транспорт должен остаться. Спасибо. Елена, спасибо. В защиту троллейбусного парка. Мы вернемся в эфир после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Мы возвращаемся в студию. Тем не менее, те изменения, которые были предложены, уже начинают работать. Это 27 маршрут. С 18 сейчас тоже ситуация. Такая, что там вообще сменился перевозчик. И хотят этот маршрут немножко тоже сдвинуть через Перекопский городок. Девятый маршрут. И 17 пойдет через развязку по Спиранскому. Осталось только построить пять остановочных пунктов. Ну, в общем, вот они изменения. Вы говорите, ничего нет, Артем. Нет, на самом деле изменения гораздо больше предусмотрены. Там и новые подвозящие маршруты из пригородов. И изменение нескольких. И изменение схем движения нескольких маршрутов в районе рынка Набатурина Мира-Горького. Некоторые маршруты продлили. Некоторые маршруты изменили часть траектории. Например, второй маршрут будет ходить по Арпенскому проезду, когда будет готова инфраструктура. 21 немного меняет траекторию движения. То есть, на самом деле, изменений достаточно много. Они будут заметны, но они будут заметны со временем. Наверное, мы хотим всего и сразу, но надо признать, что внедрение всех даже небольшого количества новшеств, которые нам показали, они все равно требуют времени. Например, давайте возьмем 18 маршрут. До того, как маршрут не перешел к муниципальному перевозчику, да, этот маршрут принадлежал частному перевозчику. Частный перевозчик работает на основании договора. В договоре закреплен определенный маршрут. Для того, чтобы маршрут поменять, это целая определенная процедура, которая занимает много времени. И не факт, что частный перевозчик на это согласится, потому что это существенное изменение условий контракта. Когда этот маршрут перешел к Владимир-пассажир-трансу, соответственно, изменения внести гораздо проще. Поэтому мы и понимаем, что муниципальный перевозчик может себе это позволить. Можно быстро произвести всю необходимую бюрократию для того, чтобы 18-й автобус стал ходить через военный городок, так как многие жители военного городка и просили. Мы проводили опрос жителей на сайте Трансфорума. Действительно, очень многие жаловались на то, что транспортное сообщение в районе военного городка оставляет желать лучшего. Вот, по сути, частичное решение их проблемы. Понятно, что это не закрывает все потребности, все направления, но, тем не менее, появляется уже какой-то выбор. Частота движения автобусов увеличивается. Соответственно, тоже та же самая история со вторым автобусом. Для того, чтобы упустить движение Порпенскому проезду, мы понимаем, что это не может быть частный перевозчик, ну, по крайней мере, не в ближайшие годы. Это можно сделать только усилиями муниципального перевозчика. Ну, соответственно, второй автобус будет ездить не по Егорову, а будет ехать по Судочковому проспекту и сворачивать Норпенский проезд. Ну, там, через юбилейный Норпенский проезд. Почему? Просто потому, что это банально быстрее и проще в организационном плане. Договоры с частными перевозчиками заключены до 2026-2027 годов, там, разные маршруты по-разному. Поэтому я бы не ожидал каких-то кардинальных перемен до этого времени. Ну, разве что только какой-то частный перевозчик, опять же, не сможет продолжать функционировать, и тогда какие-то маршруты будут перераспределяться между другими перевозчиками, в том числе муниципальным, и, может быть, тогда мы увидим какие-то незначительные корректировки. Но по состоянию на сегодня надо понимать, что до 2027 года кардинальной перемены в схеме движения и в схеме маршрутов не будет. Просто такова данность. Я вот, кстати, для меня загадка, как будет 18-й автобус, но если останутся те же автобусы большой вместимости, по военному городку ехать, ну, не знаю. Может быть, какие-то там, пусть это, там, меньшего объема, так сказать, автобуса. Понятно, вот, кстати, ну, у нас, честно говоря, как мне кажется, вот проблема в чем? Есть несколько проблемных, наверное, точек с точки зрения развития города. Может быть, это город неправильно строили и строят. Так скажем, медвежьи углы которые, но они были из советских времен. Например, вот, да, возьмем Ростопчина улица, да, куда ездит только 27-й автобус. И оттуда, если вот где-то там совсем на Ростопчина вдали жить, ну, не близко там, например, к тому же Солтельскому проспекту, да, с которым пересекается. А там построился достаточно большой район уже. Там, наверное, 15-20 минут, ну, вот моим там, молодым нашим шагом. То есть, пенсионеру, то если вот совсем сложно, да, это раз вот такой угол. Потому что все автобусы идут либо к Глобусу, либо на Куйбышево. Вроде такие две точки почему-то вот так, а в сторону Ростопчина в другую такая же, там, не меньше, чем на Куйбышево, там, домов-то и строится, там. Плюс это же территориально так плюс-минус там разгуляй вот та страна, где конечная первого. Вот. Вторая такая же, как по моему мнению, проблемная точка, это юго-западный район, где у парка Дружба застройка в ту сторону, где тот же самый 27-й конечный, все, там больше ничего нет. Наверное, там чуть ближе, чем с Ростопчина, или столько же. Ну, а вариантов там нет, только идти на остановку на Кольцо, там, на Фатьяново или на Нижнюю Дуброво, поскольку весь транспорт идет туда налево, на ЮЗе, или вторая там, какая остановка, забыл. Вот. Плюс, ну, Веризина проблемнейшая вещь, поскольку решили там застроить, а о транспорте, об общественном, я так понимаю, что вообще не думал никто, когда подписывали там разрешение и так далее, что оттуда нужно, например, уехать. И на Горьково, и в центр, и в Доброе, без каких-нибудь разворотов и так далее. Ну, учитывая у нас там проблемы еще из-за того, что трасса, которая бывшая М7 сейчас, как там она, Р-132, по-моему, она не городская дорога. Когда-нибудь, я надеюсь, будет, и тогда проблема решится, там можно будет какой-то быстрый транспорт пустить. Вот. Но это вот опять же там относительно вот по Ростопчина это советских времен, то, то, что он на Дуброве там поновее. Ну, вот он большой, пенский проезд, и куда он опирается? Как туда подвести? Как сам проедет? Как подвести туда маршруты? Мы к каждой точке, вот, к сожалению, как бы мы ни хотели, как бы мы ни задумывались, о жителях, к каждой точке мы, к сожалению, наверное, не подведем. тогда должна быть схема пересадки, тогда у нас должен быть, не знаю, один перевозчик или что-то, еще как в метро, Я продолжаю, хотел сказать, что мне кажется, вот хотя коллеги, с которыми я говорил, они чаще со мной по этому поводу спорят, другого мнения придерживаются, я считаю, что у нас, ну, не то чтобы уж слишком много, но в достаточном количестве слишком длинные маршруты. И поэтому мы за эти годы, опять же, мы не приучены, что можно сделать пересадку. Если бы транспорт ходил, ну, представим себе какой-то идеальный мир, где транспорт ходит там каждые 5-7 минут, 10 минут, да, сколько, плюс-минус, там человек готов даже в мороз подождать. Чтобы, например, доехать, выйти, перейти дорогу, пересесть и поехать дальше, к примеру. Ну, конечно, такие вот, как они называются, магистральные, да, вот, которые самые длинные, они должны быть, я не спорю, что можно сесть у театра «Разгуляй» и доехать до Фатьянова, как на первом троллейбусе. Но больше должно быть, мне кажется, таких, чтобы, например, с «Разгуляй» до центра, где больше пассажиропоток. Он же не напрямую, не все же егут с конечной до конечной. Да, Артем. Я, например, сейчас, можно прям минуту что-то говорю, может быть, Артем как раз эту тему продолжит и поспорим о чем. Пусть на меня не обидятся жители, там, например, Юревцы, энергетик и так далее, я сторонник того, чтобы они быстрее доезжали до площади Победы, на площади Победы был бы какой-то пересадочный узел, естественно, билет должен быть дешевле при таком раскладе. Естественно, они не должны долго ждать этой пересадки. Но, например, вот там, обещают им по новой схеме некий новый маршрут, который, опять же, будет ходить раз в 30, а то и 40 минут. Ну, извините, лучше будет ходить маленький, раз в 10 доехав до площади Победы, и вы с Победы уже подоедете в любое другое место, нужное вам. Так же, например, с Лесного или там 40 Труда или откуда-то. Артем? Ну, здесь мы бы поддерживали, как в метро, здорово же, да? в идеале на той остановке, на которой ты вышел. Да, конечно, это позволило бы достичь большей гибкости, ну, и, по сути, обслуживать город меньшим количеством автобусов. Но тут есть очень большие организационные сложности, и это невозможно в тех условиях, в которых существует транспортная система вот прямо сейчас. Потому что, опять же, есть контракты, заключенные с частными перевозчиками, есть определенные маршруты, которые разыграны, и вот до 26-го, там, 27-го года поменять это невозможно. Что возможно? Возможно, к 27-му году как раз подготовиться к какой-то полноценной транспортной реформе, где вот эти все вопросы будут проработаны, продуманы, просчитаны. Опять же, есть уже какие-то данные, которые собирали разработчики КСОД. Вполне ими можно воспользоваться, можно провести дополнительные исследования для того, чтобы определить, действительно. Соглашусь, опять же, с Александром, большая часть маршрутов очень длинная, и не всегда один человек едет с одной конечной на другую. Чаще всего это конечная и до какого-то пункта в городе. Хорошо бы понять, до какого пункта в городе, для того, чтобы определить эти самые места, где совершаются пересадки. Некоторые из них вполне очевидны, некоторые не очевидны. Здесь нужна определенная работа для того, чтобы такие места выявить и спроектировать новую маршрутную сеть. Ну вот в 13-м ГЭС такая же будет история. Таким образом, чтобы пересаживаться. Тем более, что даже по той схеме, которую предлагается сейчас, у нас появляются подвозящие маршруты. Они как раз выполняют функцию доставки людей из пригородов в центр. Для того, чтобы человек либо остался в центре, либо пересел на какой-то другой маршрут. Но что мешает внедрению этой схемы? Потому что теоретически это все выглядит, конечно, хорошо, но сейчас по факту человек совершает не одну поиску, а две. То есть для него это стоит в два раза дороже. Для того, чтобы люди начали пользоваться этой моделью, нужны принципиально другие билеты. То есть это должен быть либо какой-то билет с особой стоимостью, либо билет, который действует определенное количество времени. Ну, допустим, билет на час. И в течение этого часа человек может совершить хоть одну, хоть две, хоть три пересадки, сколько угодно, но он точно понимает, что за этот час он доберется из одной точки в другую. Глеб Сергеевич Серегин об этом говорил на презентации, но пока у нас конкретики нет. Меня радует, у меня такой сдержанный оптимизм, хотя бы потому, что администрация говорит, что она об этом задумывается, что она этот вопрос прорабатывает. Ну, будем ждать, будем ждать, потому что на самом деле это насущная необходимость. И это позволит нам перейти к пересадочной модели через несколько лет. Есть звонок телезрительницы. Ольга, добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый вечер. У меня вот вопрос к представителю Владимира будущего. Слушая вот эту передачу, у меня почему-то создалось такое впечатление, что жителям города Владимира до 27-го года вообще не светит работа транспорта хорошо, так скажем. Кто-то анализировал, например, работу в других городах транспорта. Кто-то анализировал, почему сейчас на передаче был вспомнен, вспомнили Беганово. Почему в то время у нас в городе транспорт хорошо ходил? Были какие-то нарекания, но транспорт и ходил хорошо. Сейчас вот вы говорите, что частные компании в основном у нас транспортом, значит, владеют. Какие-то меры воздействия на отрицательную работу у нас могут быть на них или нет? Вы говорите, договор невозможно нарушить. то как же так? Один представитель транспортной компании и миллион народа. Спасибо. Спасибо, Ольга. Да, сразу много вопросов. Такая, о чем говорила, вроде бы хорошо, вроде бы есть подвижки администрации. Ну, попробую ответить последовательно. А вот оказывается, до 27-го года Ну, во-первых, я не говорил, что до 27-го года ничего не стоит ждать. Я говорил, что до 27-го года принципиально не изменится схема движения. То есть маршруты, вот как они есть, в большей своей степени продолжат так работать. Насколько хорошо или плохо, увы, это не от меня зависит. Это будет зависеть от деятельности перевозчиков и вот действий городской администрации, ну, может быть, каких-то надзорных органов. Что мы можем констатировать вот по состоянию на 24-й год? Мы видим, что администрация признает проблемы и она довольно оперативно на них реагирует. Может быть, хуже, чем нам хотелось бы, но мы точно понимаем, что она реагирует. Тут довольно простые примеры. Вот несколько перевозчиков, ну, как минимум, два за последнее время частично либо полностью прекратили свои деятельности. Мы видим, что администрация довольно оперативно признала проблему и решила. Да, часть маршрутов забрала себе, часть маршрутов перераспределила. То есть мы точно можем говорить, что администрация работает. Я не буду сейчас оценивать качество работы, но мы точно понимаем, что администрация проблемы признает и пытается их решать. Вот в меру тех возможностей, которые есть. В команде, которая сейчас работает в администрации, ну, досталось такое непростое наследство, скажем так. им приходится сейчас разбираться с ошибками, которые накопились исторически. Я сейчас тоже не хотел бы обсуждать какие-то совсем прошлые периоды, когда работал господин Беганов. Ну, надо понять, что это совершенно другое время. С тех пор многое изменилось, сам город изменился, условия, существующие в стране, тоже изменились. И это надо принять. Даже мне самому иногда лично сложно это принять, но, тем не менее, нужно для того, чтобы не терять связь с реальностью. Давайте у нас еще один звонок, а пока Артем вспоминает про опыт других городов. Да, вот принимал. Здравствуйте, да. Да, Игорь. Я пожелаю вам, чтобы Владимир жил долго и хорошо развивался. Будьте здоровы вам все. Спасибо. Спасибо, Игорь. Вот позитивный момент в эфире. Итак, принимали ли вы внимание разработчики новой схемы, опыт других городов? Наверняка принимали? Я, опять же, не могу за них отвечать, но я предполагаю, что изучали. Это из-за вопроса Ольги, да. Это компания, которая давно занимается проектированием. Я уверен, что они следят и за опытом российских городов. Более того, у них у самих есть опыт работы в других городах. Я уверен, что они, конечно же, это учитывают. И опыт других городов, и вот ту реальность, которая у нас есть в Владимире. Мне еще кажется, один момент, мы об этом вроде как вскользь упомянули. И в новой вот этой схеме, ну, в той части, которую мы видели, тоже есть еще один момент, кроме вот тех вот медвежих углов, о которых я сказал, пусть обижаются меня жители, сам в похожем живу. У меня только один троллейбус мимо дома ходит, 32-й. Почему-то вот очень зацикливаемся мы, мне кажется, местами вопросом запуска автобусов и троллейбусов, там, например, по Лыбецкой магистрали или по открытому Урпенскому проезду. Конечно, там вот какой-то магистральный маршрут можно пустить, особенно по Лыбецкой магистрали, если этот маршрут из Доброго до ЮЗЭ. По Урпенскому я пока не представляю, зачем на него двойку перекинули, поскольку в сетях читал, что жители Егорова, где он мимо остановки этой проезжал, они на нем, я так понимаю, ездили на тандем, если ничего не путаю. Теперь его свернут по Суздальскому или я надеялся, что, может, мимо меня как раз еще один пустит. Не вышло. А пока что там? Ну, там, конечно, есть рабочие, работающие предприятия, вроде как тоже, наоборот, другая сторона говорит, что вот хорошо, потому что туда тоже люди вроде как добираются, но мне кажется, меньше, чем все-таки, наверное, на тандем. И какой-то вот прям сверхнужды, чтобы вот сейчас прям озабачиваться тем, чтобы Нарпенский на Лыбецкую что-то запустить, я не вижу, честно говоря, если вот об этом говорить. То, что Артем сказал, что власти работают и мы это видим, я, мне кажется, тут поспорю чуть-чуть. Мне кажется, они по большей части исправляют собственные ошибки в работе с перевозчиками. Тоже читая комментарии, от перевозчиков они поступали. И так сейчас ситуация экономическая сложная в стране и в области. На них до перевозчиков много чего нагрузили, там даже вот перевезти автобуса в единый этот стиль, и то в итоге грязный, и стиль как-то этот выглядит вроде бы как и должен хорошо, а без разницы, уже лишь бы автобус приехал, хоть он в едином стиле, хоть не в едином. Плюс вот зрительница звонила, сказала, как на них влиять. Так на них влияет, получается вот, по-моему, последние перевозчики-то ушли, потому что штраф на штрафе, штраф на штрафе, и в итоге ты ничего не зарабатываешь, ты одни штрафы оплачиваешь. Тут, я не говорю, что это прям вина мэрии, но какая-то есть доля вины, значит, с перевозчиками плохо построили диалог. И в плане, вот, например, тоже, да, о чем Артем несколько раз говорил, что там договоры до 27-го, их никак не изменишь и так далее. Ну, значит, тоже, наверное, не очень хорошо. А ведь ждали реформы, надеялись, да, не вышло. А мне кажется, знаете, тут еще зависит от того, что вот я спокойно как-то отнесся. Я себя, когда шел-шел этот процесс, писали там нам читатели, писали комментарии люди в сетях, я просто решил, что не надо надеяться прям на что-то сверх такое, ох, бомбическое. И поэтому мне получилось, что легко воспринять то, что есть, а просто, ну, да, вот. Опять же, вот, давайте не будем критиковать, мы же увидели только часть, может, там еще что-то есть. Может, там еще что-то есть, тогда придется еще раз встретиться в эфире и обсудить это, то, что там есть, то, что скрыто, может, мелким шрифтом, или просто до нас не вынесли. Спасибо, я говорю сегодня нашим телезрителям и участникам Артему Чернею и Александру Степанову за эту дискуссию, вернемся в студию еще раз. До свидания.